Он воспитал звезду мирового тенниса. Сегодня в гостях Николай Мирный. Для меня кажется резкое похолодание, потому что обычно я, когда холодно, нахожусь во Флориде последние лет 20. Обсудим с Николаем Мирным темы недели. Союзный совмин Дмитрий Медведев и Михаил Мясникович обсудили в Минске новые перспективы. Финансовая прачечная закрыта. Оперативники задержали владельцев фирмы, подозреваемых в отмывании как минимум миллиона долларов. Какая боль? 7-0. Батте опозорился в матче с донецким шахтером. Это неделя в Беларуси на телеканале ТРО. Я Юрий Гроеров. Здравствуйте. Союзное государство должно быть ориентиром для других интеграционных объединений. Об этом во вторник заявил президент Беларуси Александр Лукашенко, принимая российского премьера Дмитрия Медведева. Он приехал в Минск на заседание Совета министров союзного государства. Основная тема диалога. Какое будущее ждет союз Беларуси и России с учетом старта евразийской интеграции? И на встрече Лукашенко с Медведевым и на самом Совмине стороны сошлись в оценках. Союзное государство можно будет упразднить, но еще очень не скоро. Только тогда, когда взаимодействие Беларуси с Россией в Евразийском союзе достигнет уровня двустороннего договора. Но в рамках новой интеграции отсутствует политическая и военная составляющая. Систему отношений Минск и Москва выстраивали почти два десятилетия. Например, Астане догнать данное объединение вряд ли удастся быстрее. В поездке дня союзного Совмина было 35 вопросов. В частности, рассмотрены темы балансов топливно-энергетических ресурсов, параметров проекта бюджета союзного государства на 2015 год, программы создания СП на базе крупных белорусских предприятий. За счет дальнейшего, конечно, снижения административных барьеров, укрепления торгово-экономических связей между нашими регионами, ну и поддержки совместных проектов. Мы стремимся к тому, чтобы снять все ограничения во взаимной торговле. Нельзя сказать, что они являются сегодня какими-то доминирующими, но факт их присутствия имеется, и они проявляются, может быть, не столько на уровне правительств, сколько в рамках взаимоотношений между нашими компаниями. Стороны подчеркнули, что Беларусь и Россия вступают в Новый год как никогда без особых проблем в отношениях. Это документ, который охватывает все стороны деятельности союзного государства. Это вопросы экономики, вопросы промышленной политики, вопросы военно-политического сотрудничества, вопросы сотрудничества правоохранительных органов. То есть там, так сказать, нет ни одной темы нашей деятельности, которая не была бы затронута. Вечером того же дня состоялась другая встреча славян на футбольном поле. В матче Лиги чемпионов Борисовский Баты принимал Донецкий шахтер. Братья-славяне огорчили белорусского чемпиона самым разгромным поражением в его истории. В ворота Баты влетело семь безответных мячей, причем пять из них забил бразильский нападающий Горняков Луис Адриано. Матч был омрачен и скандалом. После седьмого гола несколько болельщиков позволили себе российские выкрики. На следующий день Баты принес официальные извинения Луису Адриано и шахтеру. Делаем данное заявление не потому, что клубу грозят санкции со стороны УЕФА, а потому, что искренне считаем подобное дикостью. Надеемся, впредь на Борисов арене это не повторится. Сказано в заявлении Баты. Виктор Шинкевич назначен начальником службы безопасности президента Беларуси. С 1986-го он в системе госбезопасности, а с 1995-го по настоящее время в службе безопасности президента Беларуси, где последние семь лет был заместителем начальника. На данный этап нам не стоит встряхивать службу безопасности, приглашая человека со стороны. Но это не значит, что надо оставить все как есть. У меня масса вопросов службы безопасности президента. Михаил Орда избран главой Федерации профсоюзов Беларуси, сменив Леонида Козика. Решение принято на пленуме голосованием более двухсот делегатов. Ранее Михаил Орда был руководителем представительства Постоянного комитета союзного государства в Минске. А белорусский хоккей возглавил бывший первый замглавы Национального олимпийского комитета Игорь Рачковский. Таково решение отчетно-выборного собрания Федерации. Несмотря на блестяще проведенные майки чемпионат мира, системных проблем в развитии игры с клюшкой хватает. Рачковский пообещал выстроить заново работу в детском спорте, который напрямую связан с нашими будущими победами. Я считаю, что вопрос с легионерами тоже надо внимательно рассмотреть. У нас получилась ситуация, что с одной стороны мы как бы правильным направлением шли, хотели, чтобы больше наши играли, но тем самым мы убрали настолько конкуренцию, что отдельные наши игроки перестали играть в хоккей. От хоккея к теннису ведь у нас в гостях человек, который знает, как воспитать чемпиона. Николай Мирный. Николай Мирный с детства профессионально занимался спортом. В 70-е играл в элитном дивизионе чемпионата СССР по волейболу. Но главные его спортивные успехи связаны с сыном Максимом, чемпионом Олимпиады и победителем 10 турниров большого шлема в парах и миксте. Сегодня Николай Мирный активно развивает теннис в Беларуси и занимается бизнесом. Теннисисты любят подкалывать друг друга, а он в нашей теннисной семье давным-давно, и он совершенно не считается каким-то чиновником. У нас как бы так все за пони брата ходят, здороваются, все на «ты», потому что все на английском говорят. Если это была просто шутка, если какая-то подколка, тем более в юмористической такой программе. Реакция очень жесткая на самом деле. В общем-то Торпищев попал под санкции. Я думаю, наверное, это какой-то, я не знаю, правильно ли это слово, заказ, или это какая-то тенденция, которая сейчас происходит с Россией в политике. То есть, вы хотите сказать, пошути, к примеру, не российский теннисный функционер, а, например, немецкий, то такой бы реакции не было. Прошло бы, все бы как оно и есть. Это абсолютно не запрещено, во всяком случае. Не могу не спросить о футболе. Катастрофа Батте 0-7. Шок, наверное, и для всех болельщиков, и для команды. Как вы думаете, почему так произошло? Ну, я думаю, что это, ну, посмотрите, вот сейчас опять же та же Сирина Вильямс проиграла. Румынский теннисистский, малоизвестный. 6-0, 6-2. Ну, немалоизвестная румынка, она четвертая в мире. Но я хочу сказать, что она, ведь она впервые так проиграла. Ну, что теперь будем, это все забывается. Главное, чтобы футбол был красивый и футбол был честный. То есть, игры были честными. Тогда зритель быстро забудет, он придет опять. Ну, и этот же вопрос мы задали сегодня на улицах Минска. Потому что не умеют играть, и болеть за белорусский футбол вообще, по-моему, не стоит. Плохо подготовились, наверное. Ну, что если меньше платили, они лучше играли. И артисты лучше пели, и футболисты, и хоккеисты. Все лучше. Во-первых, удары по воротам. Ну, не говорят, что там финты, что финтить могли. Пусть подсматривают, как там играют эти другие футболисты известные. И учатся финтить, и бить по воротам. Никто не бьет по воротам. Игроки не пришел. Тренеры, если занимаются, тренировка хорошая, как на Западе. Тренировка хорошая, они всегда будут выигрывать. А так, никаких вопросов. А у нас хлопцы хорошие. В своей работе с Максимом вы сталкивались с подобными провалами? О, да, конечно. Причем я когда вижу, вот я вижу, что сегодня он не выиграет. Я молю Богу, чтобы быстрее закончился матч. А я знаю, что он за свою карьеру, за всю, никогда не уходил там при каком-то счете. Даже если у него травма во время матча, он доигрывает до конца. И я просто думаю, господи, быстрее бы от этого освободиться. Потому что, ну, я его вижу. Как это пережить? Переживаем, вот переживаем, видите, волосы там. А, то есть... Переживаем. Некоторые говорили, что после Олимпиады в Лондоне, Триумфальной Олимпиады, Максим завершит свою карьеру. Но этого не произошло. Все будет зависеть от его смены. Если ребята хорошо подойдут и займут его место, займут его нишу, наши ребята, наши теннисисты, и завоюют право играть в Рио-де-Жанейро, конечно же, куда? Мы будем консультантами. А если же он будет на том же уровне, на котором он находится сейчас, и, естественно, он завоюет это право, а чтобы завоевать право, надо быть в двадцатке мира к тому времени. Я правильно понимаю, Максим Мирный планирует выступать на Олимпиаде в Рио-де-Жанейро? Вы неправильно понимаете. Это я так думаю. Если все будет хорошо, если все будет... Значит, смотрите, с семьей у него все в порядке. Это уже половина успеха. Четверо ребенка, четверо детей есть уже, да. Значит, он об этом уже не будет думать. Но будет думать о семье как таковой. Надо же жене помогать. Не просто родились дети и пусть там они бегают по свету. Надо же за ними смотреть, воспитывать и так далее. Ну, в общем, если жена отпустит, то поедет на Олимпиаду. Да, она и сама поедет. Когда о теннисисте начинают говорить, как о теннисисте с именем? Когда он попадает в сотню? Когда он выигрывает какие-то серьезные турниры. Или когда он показывает на площадке что-то экстраординарное. Допустим, вот как Гейл Монфилдс, он не так много выигрывает, но он на аккорте просто артист. Он такие кульбиты иногда выделывает, акробатические прыжки, что зритель на него ходит практически. В 90-х, когда Максим только начинал тренироваться, ваша семья переживала не самые хорошие времена в финансовом плане. Сейчас только призовые Максима Мирнова, по официальным данным, более 10 миллионов долларов. Вы помните момент, когда вы впервые перестали задумываться, сколько стоят продукты? Помню. Помню. Мы до сих пор знаем, сколько стоят продукты. Другое дело, мы покупаем их, дорогие продукты. Если раньше мы не позволяли себе этого, сейчас мы это делаем и с удовольствием смотрим даже на просроченные даты, если они есть. Но вас называют самым экономным миллионером. То есть вы лишнего на себя не потратите. Возможно, не знаю, кто и как там исследовал. Не хочу быть таким разгильдяем и налево-направо разбрасывать деньги, которые Максим зарабатывал. Насколько я понимаю, вашим начальным капиталом как раз-таки были деньги, заработанные Максимом. Конечно, только они. Они, в общем-то, и дали нам такое движение, что сейчас мы уже имеем какие-то, какую-то недвижимость, какие-то средства, которые позволяют нам развиваться дальше. Вскоре мы вернемся к разговору, а пока к другим новостям. Президент ожидает от белорусских писателей идей, героев и произведений, которые смогут заинтересовать человека 21 века. Об этом он заявил в четверг на встрече с представителями творческой интеллигенции. По мнению Александра Лукашенко, напряженный ритм жизни сделал отношения к литературе прагматичным. В чем причина того, что за прошедшие 20-30 лет так и не появились современная война и мир, поднятая целина? Это что, отсутствие талантов или объективные условия жизни, когда книга перестает быть главным источником информации? В Минске завершился ТеАрт. Международный фестиваль театрального искусства в течение месяца представил около двух десятков спектаклей. В этом году интернациональный по статусу форум, как всегда, знакомил белорусского зрителя с лучшими труппами Европы. Россию представили театр Пушкина и знаменитая табакерка. Актерские составы приехали из Словении, Германии, Дании, Польши. Минторг запретил в Беларуси скрытую рекламу алкогольных напитков. Теперь нельзя называть их брендами никакую другую продукцию. Не секрет, что многие производители создавали питьевую воду под маркой водки и обходили запрет на рекламу. Россия и Беларусь согласовали нефтяной вопрос, который неоднократно был яблоком раздора в союзном государстве. На будущий год восточные соседи поставят нам 23 миллиона тонн нефти. Это максимальная загрузка двух белорусских НПЗ. Наша страна обязана произвести поставку на российский рынок по внутренним ценам около 2 миллионов тонн топлива. Оперативники госконтроля ликвидировали сразу три, так называемые финансовые прачечные. Это преступные группы, которым удалось сэкономить нескольким белорусским предприятиям как минимум около миллиона долларов. Суммы в виде налогов не досчиталась государственная казна. Жулики действовали осторожно, деньги напрямую старались не передавать. Телефонные разговоры вели через защищенную сеть. Но оперативникам удалось организовать следственный эксперимент и провести задержание. На территории Минска, Витебска и Минской области было проведено более 90 обысков, в ходе которых изъято более 95 тысяч долларов США и 130 миллионов белорусских рублей. Одновременно был наложен арест на имущество, принадлежащее основным участникам группы, в том числе 5 квартир и 12 автомобилей. На общую сумму более 900 тысяч долларов США. Беларусь не откажется от открытого отбора на Евровидение. Об этом заявили организаторы национального конкурса. На неделе начался прием заявок от артистов, желающих спеть за Беларусь в Вене в мае будущего года. Самых голосистых жюри пригласит на прослушивание, а финал пройдет в прямом телеэфире со зрительским голосованием. Некоторые страны-участницы в этом году предпочли просто назначить артиста, а не выбирать. По правилам Евровидения можно поступить и так, но в Беларуси предпочли сохранить открытость выбора. Вскоре мы снова окажемся в студии, а пока вспомним, какими высказываниями отметилась уходящая неделя. В наши дни никто не диктует, о чем и как писать. Если диктуют, то вы, пожалуйста, скажите, кто и что диктует. Ушли в прошлое цензура и госмонополия на печатное слово. Если не так, вы мне об этом скажите. Александр Лукашенко, президент Беларуси. Парусный спорт и хоккей близки. У них одна основа – вода. В первом случае жидкая, в другом – замороженная. Игорь Рачковский – новый председатель Федерации хоккея Беларуси. Николай Мирный – отец олимпийского чемпиона у нас в гостях. Пару лет назад на свои средства вы открыли теннисную академию «Спортцентр Макса Мирного». Среди ребят, которые там занимаются, вы уже видите каких-то будущих звезд тенниса? Детей, родителей, у которых средний достаток, мы хотим из них выбирать. И сейчас уже есть пару человек, на которых мы надеемся, на которых мы, в отличие от других клубов и школ спортивных, мы уже знаем, куда их мы будем отправлять. И я уже договорился. Либо передача этих хороших детей Волчкову в наш республиканский центр, где Волчков – главный тренер. Либо, если у родителей есть желание и деньги, передача их во Флориду, где у нас с большим дискаунтом их могут взять, хороших детей. Где у нас еще продолжается сотрудничество с ними. И, ну, то есть, такой хороший мостик мы сделали. То есть, они все равно будут за нас играть. Просто они подготавливаться там будут. Там кролл и год. Верно ли мнение, что без обучения в той же Америке в большом теннисе нечего делать? Это мое мнение. За рубежом поднять мастера или профессионала проще, потому что, во-первых, там конкуренция гораздо выше, чем у нас. И, во-вторых, в странах таких, как Испания или Флорида, проще работать 24 часа, 7 дней, 12 месяцев. Почему? Потому что погода. А! Потому что погода. Зимой же можно на открытом корте тренироваться. Да, можно, но большинство турниров проходит на открытом корте. И поэтому сложно в этом смысле. А во Флориде, там даже есть, если и денег нет, иногда там местные на паблик скорты ходят и играют бесплатно. Там существует такая система. Среди ваших четырех внуков, детей Максима, кто-то будет теннисистом? Или может быть волейболистом, как вы? Думаю, что и Максим, и я достаточно много уже поработали вот в этом направлении, чтобы вырастить профессионала. А Максим будет смотреть за их вот каким-то таким внутренним, внутренним. Максим и Ксюша, они уже активно работают в этом направлении. Гармоничные, развитые дети. Вот так, как мы все мечтаем. То есть вы не видите своих внуков в большом спорте? Нет, я не вижу. Даже близко не вижу. Мы все мечтаем. Мы заставляем их. Это потому, что вы понимаете, что может быть где-то у них другие склонности? Или вы знаете, что это такое, как дедушка? Мы знаем это. Просто не хотите им этого желания? Ну да, наверное, да. Наверное, я бы и Максима не стал бы в эту жизнь вовлекать. Потому что, я вам так скажу, если завтра Максим закончит играть, это в том числе и по моей вине, он может закончить играть, он уже все. Это как наркотик. Он даже, если закончив играть, он будет обязательно. Потому что, вы знаете, что у него иногда, вот он с холдером, когда приезжает здесь на обследования медицинские, у него на три секунды сердце останавливается. Это вполне нормально для профессионалов такого уровня. Ну так врачи говорят, кардиологи. Это не я говорю. Вот, ну вот, чтобы вы не удивлялись. Но если прекратить, вот почему часто там кто-то умирает, футболисты там вот неожиданно прям пошли. То есть нагрузки. Нагрузки не соответствуют. Потом они останавливаются. Особенно если злоупотребляют там своими бытовыми обычными нормами, то вот такие беды получаются. И в этом смысле, если у Максима что-то, я это все же на себя беру, потому что это я в свое время его туркал. Иди, иди, давай, давай, иди, еще тренируйся, еще, еще, еще. Вот, вот. Поэтому мы это все видим, мы это все знаем. И чтобы мы знаем, как стать профессионалом, да? Но внуки пусть лучше занимаются физкультурой. Абсолютно точно. И, наверное, это будет правильно. А еще есть много-много разных... Можно стать профессионалом, не обязательно в спорте, где нужно невероятно... Конечно, нет, но просто ваша семья имеет богатые спортивные традиции, и чаще всего дети, внуки продолжают их. Но, коль дед считает... Давайте, можно... Дед сказал против... Рисовальщикам красиво. Скорее всего, так оно будет. Красиво рисовать, научить ребенка. Или там, это тоже немалое дело. Или танцевать девочку, чтобы она была пластичная, красивая. Вас считают идеальным тандемом отец-сын, но были ли с Максимом натянутые отношения? Буквально несколькими минутами это исчисляется. У нас даже полдня этого не может быть, потому что у нас настолько слились наши жизни, наш быт, мы... Каждое наше движение до сих пор... Он сейчас в Париже, но вот я сейчас выйду из этой студии, я с ним буду разговаривать о том, что с вами разговаривал, а он мне свои проблемы будет и так далее, и так далее. То есть у нас все вместе. У нас был случай однажды, когда он что-то там не послушал меня, я набираю и меняю вылет. Помню, в Соединенных Штатах было. Он тут же нажал кнопку и... То есть я немножко так гонор свой показал. Все, не хочешь, я тебе не нужен, давай жить отдельно, давай работать отдельно и так далее. Мы помогли друг другу, все, мы состоялись. Нет, он... И, судя по всему, правильно сделал, потому что мы помогаем друг другу до сих пор и развиваемся. Самое главное, что мы не стоим на месте, мы развиваемся. И в бизнесе, и в теннисе, и в жизни. И даже вот там наше наследство мы как бы планировали. У них были вопросы там в свое время. Они хотели вот, вот Макс закончит, тогда мы будем там еще детей. А я говорю, давайте сейчас. Вот наоборот, вы будете, вам уже будет под 40, у вас уже дети, и много будет детей. Ну вот они, как видите, послушали. Ну, я так вот смотрю, что вас, в принципе, во всем слушают в вашей семье. Ну, в общем, в общем, да. Ну, наверное, так и должно быть. А знаете, а потому что я же не говорю плохого. А я говорю, то, что я прошел, например, сделал ошибки, и говорю им, не делайте вот так, а делайте так. Ну, а теперь наш традиционный ответ на вопрос о жизни в союзном государстве. Собираюсь на Новый год в Минск, планирую покупать билеты, но говорят, что их возможно забронировать только за два месяца. Есть ли варианты более раннего бронирования? По правилам белорусской железной дороги, приобрести билеты на международные поезда можно не ранее 60 дней до момента выезда. Данное правило действует как для продаж в билетных кассах, так и через интернет. Николай Николаевич, наша программа выходит на телеканале союзного государства. Ощущаете сами, что вы живете в союзном государстве Беларуси-России? Ну, я вообще-то сам, чтобы вы знали, из России, родом из Ивановской области, город Юрьевец, и долгое время жил в Туле. Туликам привет. Вчера брат приезжал, он в Туле живет. Спасибо вам огромное, Николай Николаевич, успехов вам. Спасибо, что пришли. Да, спасибо. Ну, а мы с вами прощаемся, чтобы увидеться, как всегда, ровно через 7 дней в следующее воскресенье. Неделя в Беларуси на телеканале ТРО. До встречи. К сожалению, на поле команды БАТЭ не было. Председатель правления футбольного клуба БАТЭ Анатолий Капский о матче своего клуба против Донецкого Шахтера, проигранном 0-7. ЕС берет на себя роль диктатора, и это стало возможным, потому что не существует рядом противовеса, которым ранее был Советский Союз. Михаил Орда. Дова Федерации профсоюзов Беларуси. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова